Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео мы продолжаем с вами разговор об этапах разработки мобильного приложения. И после того, как у нас готова основа для создания мобильного приложения, то есть есть та самая база данных на сервере, мы можем перейти уже непосредственно к разработке мобильного приложения. Ну и здесь, на первую очередь, что нужно сделать, это создать проект Android приложения. Вы создаете проект Android приложения в Android Studio, и перед тем, как вы начнете верстать свой первый экран, наверное это будет главный экран, MainActivity, вам я советую не торопиться. Нам нужно начать с проектирования файловой системы нашего мобильного приложения в соответствии с определенным паттерном архитектуры. Об этом мы поговорим в сегодняшнем видео, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать Android разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать Android приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем, и конечно же настоящем, в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии Android разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе Android разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас Android разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию Android разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс Android разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным Android разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Итак, основным паттерном архитектурного построения проекта является паттерн MVVM. Что вам нужно сделать? Вам нужно разбить ваш проект на 3 слоя. Data, Domain, Presentations. Когда вы, ну по факту, как вы разбиваете слои, вы создаете 3 отдельных папки. Потом у вас же есть уже по умолчанию MainActivity, класс MainActivity. Вы берете этот класс MainActivity и перевносите в папку Presentations. После того, как вы это сделали, вам нужно перейти к папочке Data. В папочке Data будет производиться вся манипуляция с данными. Именно здесь мы будем получать наши данные сервера, обрабатывать их, иммигрировать, то есть перезаписывать их в базу данных на устройстве SQLite и организовывать работу с этой базой данных на устройстве через библиотеку Room. То есть, что вы делаете? Вы берете эту папочку Data, делите на следующей подпапке. Это подпапка API, то есть в которой вы создаете API клиент и IP интерфейс. Именно в этих двух файлах вы будете осуществлять прием данных из сервера, то есть база данных на сервере с помощью библиотеки Retrofit. Далее вам нужно создать также папочки Models. Папочки Models будут содержаться в вашей модели. То есть, смотрите, мы с вами в прошлом уроке, я вам рассказывал в прошлом видео о том, как создавать таблицы базы данных на сервере. Мы создавали таблицу базы данных на сервере, и я говорил, что у этих таблиц базы данных есть определенные поля. Допустим, там у пользователя ID, имя, таблицы с товарами было название товара, цена, описание, изображение товаров. Так вот, вот в эти модельки, это будут классы с полями, аналогичными полям соответствующих таблиц базы данных на сервере, плюс будут некое подобие таких же таблиц с базами данных, но уже для нашей локальной базы данных на Keyolite, с которым будет работать через библиотеку Room. То есть, по факту, мы создаем модели с полями для работы с этими данными. Итак, у нас есть папочка API, есть папочка Models. Отлично, модельки есть, есть поля, но, как таковой, локальной базы данных на устройстве мы еще не создали. Поэтому создаем папочку DB, в которой создаем, конечно же, класс Database, то есть, локальной базы данных SQLite, и создаем под эту базу данных интерфейс DAO, то есть, в соответствии с всеми требованиями при работе с библиотекой Room. Мы это создаем. Также нам нужно, также мы можем создать подпапку репозиторий, в которой можем создать еще подпапки. Здесь будет одна подпапка, в которой будут находиться классы по миграции данных и из полученных данных сервера в локальную базу данных на устройстве. Другая папочка будет интерфейсы к этим классам, то есть, которые будут запускать все методы, которые будут прописаны в этих классах. И отдельная еще папочка в репозиторий, еще есть будет папочка у нас под репозиторий, в котором мы будем запускать все эти процессы. Далее, все эти процессы, которые мы запускаем в репозиторий, мы должны запускать их в определенных обстоятельствах. А именно, нам нужно создать под эту папку репозиторий специальный интерфейс. Этот интерфейс мы уже создаем в слой Домейн. То есть, слой Data обрабатывает данные. Слой Presentations – это все наши представления, активики, фрагменты. А слой Домейн предназначен для доставки данных со слой Домейн в слой Presentations. Так вот, переходим к этому слой Домейн. И в слой Домейн мы с вами должны создать, во-первых, интерфейс, который будет запускать методы, которые прописаны у нас в репозитории в слой Data. И в следующий класс, в котором будет вызываться этот интерфейс. И с этого класса мы будут поставляться все эти методы по работе с базой данных, по работе с базой данных в слой Presentations. После того, как мы отправляем с слой Домейн, слой Presentations все эти методы, дело делается через специальный класс. Все эти методы поставляются в специальный класс ViewModel. То есть, в ViewModel будет происходить вся обработка нашей бизнес-логики. И со ViewModel уже в слой Presentations будут поставляться уже все эти данные непосредственно в Activity или фрагмент зависимости от того, что вы используете. Как видите, у нас большая такая длинная цепочка Data через несколько файлов, через Домейн и в Presentations. Если бы мы работали напрямую, то вам бы пришлось каждый такой класс, каждый интерфейс инициализировать. Но так как это не совсем удобно и признак плохого кода, нам нужно сделать инъекцию зависимости. И поэтому вам нужно, можете использовать и Dagger, но я использую Coin. Можете использовать здесь Coin, создаете специальную в слой Presentations, как вы поняли, уже мы должны создать папочку ViewModel, в которой будут поставляться все эти методы. Отдельно создаем папочку DE, DE Dependency Injections, в которой создаем специальный класс модуль, в котором будем прописывать весь путь этой инъекции. Ну и соответственно, отдельно, в зависимости от архитектуры вашего мобильного приложения, создаете в слой Presentations классы с различными Activity, фрагментами, в зависимости от того, как у вас строится, встроено мобильное приложение. И вот таким образом вы строите архитектуру. То есть давайте подведем итог, что на этом этапе вам нужно сделать. Вам нужно создать проект, подключить все необходимые библиотеки, разбить ваш проект в соответствии с архитектурой MVVM на три слоя Data, Domain, Presentations. Data, слои, вы создаете специальную архитектуру с папками по обработке данных, получаемых сервером и перезаписи их на базу данных на устройстве. В слой Domain вы создаете специальную серию интерфейса и класса, который будет поставлять эти данные в слой Presentations. А слой Presentations это непосредственно ваши Activity, фрагменты и данные со слоя Domain поставляются в слой Presentations именно в папку ViewModels, в которой находятся файлы ViewModels, которые будут обрабатывать всю нашу бизнес-логику. Также создаете папочку Dependency Injections для того, чтобы правильно инициализировать все классы, участвующие в цепочке, скажем так, в цепочке поставки данных. И отдельно создаете папки в соответствии с вашими серверами ваших экранов для Activity и фрагментов. И вот когда вот такая цепочка сделана, после того, как вы уже настроили именно получение данных с сервера и перезаписи их, этих данных, уже в локальную базу данных, вот на этом этапе, когда вы проверили, что все работает, теперь только, только можно приступать именно к созданию по факту мобильного приложения, к созданию экранов, созданию интерфейса мобильного приложения. Об этом поговорим на следующем уроке. Сегодня это все, что я вам хотел рассказать. До встречи на следующих эфирах. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok